Продолжаем выпуск. В Североказахстанской области проходят командно-штабные учения КОКТЕМ-2015. В течение двух дней службы экстренного реагирования проверят свою готовность в условиях весеннего периода. О действиях спасателей в нашем материале. Республиканские командно-штабные учения КОКТЕМ-2015 проходят ежегодно. Отряды экстренного реагирования в течение двух дней отрабатывают действия во время ЧП в весенний период. Особенно важно быть готовым к паводку. На построении сегодня огнеборцы, водники, медики и специалисты других служб экстренного реагирования. Одним из вопросов, значит, паводка, представляющая угрозу, это, значит, разлив реки Есей. Перед нами профессионалы, техника практически вся, значит, готовность, в большинстве ее она, это новая техника. Я думаю, задачи, все, которые в этот паводок, значит, предстоят, нам всем по плечу. Программа учений КОКТЕМ-2015 насыщенная. Здесь отрабатывают действия по спасению двух рыбаков. По сценарию два рыбака вышли на лед рыбачить, льдина оторвалась, один человек сорвался под воду, один, удерживаясь на льдине, подавал сигналы о помощи. Группа спасателей движется к месту чрезвычайного происшествия. Главное в такой ситуации действовать четко и быстро. И вот первого рыбака доставляют на берег. Остался последний пострадавший. Этот манекен тонет в воде и к нему на помощь спешит водолаз. Огнеборцы, согласно сценарию учений, тушили пожар в одном из кабинетов учебного заведения областного центра. Классный руководитель проводит подсчет, передает данные. В случае нехватки учеников проводятся оперативно-засыскные работы поэтажные уже. В ходе чего мы обнаруживаем, производим спасение, эвакуацию уже оставшихся детей. Спасатели в первую очередь эвакуировали учащихся из сотрудников школы, а после приступили к локализации пожара. Благодаря слаженным действиям угрозу ЧП устранили менее чем за 30 минут. В этих учениях приняли участие более 50 огнеборцев. Они задействовали 8 единиц пожарной техники. Следующие республиканские учения пройдут зимой. Они будут называться КЭС-2015. Денис Севков, Желудосбекер Муканов. Новости МТРК.